Дорога памяти Владимир Иванович служил танкистом и уверен, герои достойны вечной памяти Участник войны признается, никогда не забудет свой экипаж Из горящего танка удалось выбраться только ему Главные победители в этой Великой Отечественной войне Кто первый день и последний день отдал за свою жизнь, за нашу победу Они главные победители в этой войне Оцифровать фото пришел и участник войны Иван Васильевич Копалов До 45-го года он работал в органах госбезопасности Потом попал на Дальний Восток на войну с Японией Ну сколько мне лет было? Считайте, я с 26-го года рождения, в 45-м году сколько? В 19-й год Один парнишка имел какой-то фотоаппарат типа лейки Ну и говорит, давайте я сфотографирую, я в Рудова Вот, сфотографировал прямо в радиостанции Пункты приема фотографий открываются по проекту Министерства обороны «Дорога памяти» Это одно из поручений президента После оцифровки все материалы передадут в мультимедийный музейный комплекс В главном храме Вооруженных сил Российской Федерации Цель проекта – сохранить память о фронтовиках для будущих поколений В Самарской области уже собрано и оцифровано более 11 тысяч фотографий фронтовиков А также более 350 тысяч выписок из личных дел и писем бойцов Красной Армии с полей сражений Каждый из нас с вами может стать частью своей семьи, стать частью огромной истории Российской Федерации Давайте это сделаем Добавить информацию о своем родственнике в галерею «Дорога памяти» может любой желающий Зоя Юльевна Трифонова пришла в пункт оцифровки, чтобы передать информацию сразу о трех родственниках Своем дедушке, маме и отце Все они оказались на фронте и для нее они настоящие герои Для меня это очень животрепещущий вопрос такой Это их жизнь, это их молодость И как об этом не знать и не помнить? Обязательно надо это знать Если у вас сохранилась информация о родственнике-участнике Великой Отечественной войны Вы также можете внести эти данные на сайт «Память народа» Специалисты Минобороны будут постепенно дополнять базу данных архивными материалами Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События